Здарова, народ! С вами Гришаков. Ну что, мы продолжаем наш эксперимент с покупкой игры. Все идет не так гладко, как хотелось бы. Сегодня про это расскажу. Но, тем не менее, мы выбрали одну игру, и уже у нас начались первые проблемы. Давайте разбираться. Короче, начнем с того, что я решил взять еще одну игру на тесты. Эта игра называется Stormbreaker или Stormbreaker, что-то такое. Но, по сути, это просто Этария, только в более таком другом сеттинге, про первобытное общество. Это тоже игра, также у Ивана Мацкевича на аккаунте. Давайте сразу посмотрим, что из этого эксперимента получилось. Чтобы потом из этих уже шести игр, наконец-то у нас получилось шесть игр, из них выбрать одну. Ну, смотрите, игра называется Stormbreaker. Вот мы запускали рекламную кампанию. Открутили по ней примерно столько же, сколько по Этарии. Обратите внимание, да, по Этарии чуть-чуть побольше. Вот, то есть достаточно много. Мы примерно, сколько, шесть дней. Шесть дней мы крутили, примерно 300 рублей в сутки мы тратили. Ну, даже чуть побольше, где-то семь дней мы крутили. Вот, вся статистика очень репрезентативная, потому что у нас все примерно как в Этарии получилось. Получается, кликов в Этарии чуть больше, да, то есть внешне привлекает информация со стора больше, чем в Stonebake. Вот, так, средний кост клика у нас получился в Этарии подешевле. Всего инсталлов получилось в Этарии купить 216 в Stonebake и 151, то есть на 65 инсталлов мы купили меньше. И стоимость, да, получается 8,70 в Этарии и 12,3 это получается в Stonebake. То есть где-то 4 рубля разница. Ну, по факту, если сравнивать со стоимостью инсталла Этарии, то это на 50% больше. Да, это на самом деле, ну, охренеть какая разница. Да, несмотря на то, что кажется, вроде всего 4 рубля, но тем не менее, ну, это просто какая-то огромная пропасть. Да, но тем не менее, Stonebake показался хорошо, в каком плане реклама крутится хорошо, да, тратятся бюджеты хорошо. То есть инсталлы идут, нету такого, что мы чуть-чуть получили инсталлов и застопрились. Нет, каждый день у нас были установки, у нас реклама хорошо шла. То есть в целом, вот за эту стоимость мы можем покупать достаточно много установок. Да, это хорошо. Но это будет хорошо только в том случае, если Stonebake будет нести хотя бы на эти 4-5 рублей больше, чем Этария. Вот именно в этом я уже сомневаюсь. Да, то есть тут уже не факт, что Stonebake будет намного лучше. И Conversion Rate, то есть это конверсия, когда ты уже кликнул, да, перешел на страницу и конверсия в установку здесь тоже достаточно высокая. Да, 27% это неплохо, но в Этарии опять все чуть-чуть получше. Вот, поэтому Stonebake по сути является клоном Этарии, да, только более таким современным, чуть позже выпущенным, в другом сеттинге. Но, видимо, что-то, что-то людям не нравится. Да, все-таки Этария оказалась намного лучше, ну как минимум там процентов на 40 по вот этим показателям лучше, чем Stonebake. При этом и Stonebake, и Этария была платной игрой, мы сделали распродажную скидку, да, которая стоимость снизила до нуля и запустили вот эти все рекламные кампании. Вот, если все резюмировать, да, то выбирая между Stonebake, Этарией или Майнерафтом, я бы, конечно, хорошенько подумал, да, давайте как раз сейчас сядем и проанализируем все наши результаты. И выберем, наконец-то, одну игру. Ну, что получается? У нас есть шесть игр. При этом, получается, уже две из них мы сразу откинули, да, у нас осталось три игры, плюс это одна новая. Что в итоге у нас получилось? Я сразу отбросил игру Физоид. Идея у нее неплохая, да, но по сути это обычный платформер, где просто есть большое количество уровней, да, то есть единственное развитие этой игры это клепание бесконечных уровней, ну, которые просто в какой-то момент тебе надоедают. Вот. Мультиплеер работает, но работает не очень хорошо. Короче говоря, ну, еще плюс при этом у нас не получается. Главная все-таки проблема в том, что у нас не получается покупать на Физоид недорогие установки. А это сразу просто боль. Да, это сразу боль. Бюджет не откручивается, не получается покупать установки в США, значит, вероятность того, что мы сможем ее коммерчески удачно запустить, очень низкая. Поэтому Физоид я сразу отбросил. Дальше у нас остается три игры. Это Этария, это вот этот Stone Breaker пусть будет, забыл уже название его, и это Майнкрафт. Stone Breaker я решил тоже отбросить. Он, по сути, как Этария, но он хуже Этарии в привлечении клиентов, то есть клиенты получаются дороже. Почему так происходит, я не знаю, но, наверное, какие-то особенности в графике. То есть людям просто в целом нравится больше Этария, визуально более приятные впечатления оставляет. Поэтому его тоже отбрасываем, у нас остается две игры. Это Майнерафт и Этария. На самом деле Майнерафт крут тем, что у него почти миллион установок. Да, у него есть органика, там порядка 100 человек в день. И это уже говорит о том, что мы сразу можем что-то смонетизировать и какие-то деньги зарабатывать. Но я понял, что здесь это идет полная переписка вообще с нуля игры. И, по сути, мы будем делать копию Майнкрафта. Да, и даже название Майнерафт как бы говорит о том, что на нас могут прилететь претензии за использование этого имени. Короче, рисков достаточно много. Как бы профит непонятен. Аудитория Майнкрафта это все-таки, как сказать, больше школьники. То есть более низко платежеспособная аудитория. Вряд ли она будет покупать и на по большому количеству. Вряд ли. Ну, то есть мы можем ориентироваться в большей степени на рекламную монетизацию. Вот. Все это говорит о том, что Майнерафт, я как-то сразу к нему был не очень расположен. Ну, и плюс все-таки самый такой тоже аргумент, что сама по себе игра сделана плохо. Надо полностью вообще полностью сделать с нуля. Вот. То есть она уже устарела. Вот. Это то, что касается Майнерафта. Эталия. Эталия имеет там почти 100 тысяч. Стой чуть больше 100 тысяч установок. Она выглядит неплохо. Но отзывы, конечно, ужасающие. Ужасающие отзывы. Но когда я начал эти отзывы анализировать, оказалось, что все не так уж и плохо. Да, основной, так сказать, консерн, да, основная претензия была в том, что игра платная, но в ней присутствует реклама. Я не знаю, почему так получилось, но в этой версии реально ты, когда покупаешь игру, ты не ожидаешь того, что там будет рекламная, ну, какая-то реклама, да, периодически у тебя всплывать. Это реально бесит. Ты заплатил за игру, ты должен получить версию без рекламы. Там же версия с рекламой. Вот. Не знаю, как так вышло. Из-за этого оценка постоянно очень низкая. Плюс, второй момент по игре, это то, что она очень медлительная. Очень, очень медлительная. То есть, герой подойдет, ударит, ударит. То есть, он двигается очень медленно. И это все как будто бы какое-то искусственное занижение, замедление геймплея. И я считаю, что это очень плохо. Вот. Но, тем не менее, основной плюс игры в том, что на нее можно покупать установки недорогие в достаточно большом количестве. Да, если у нас получится сделать геймплей поинтереснее, если у нас получится улучшить монетизацию, то у нас, по крайней мере, не будет проблем с трафиком. И мы уже, наша задача будет просто сделать так, чтобы каждая установка в Америке приносила нам больше, ну, условно, 15 рублей выручки. И тогда эта игра получится супер прибыльная. Да, я напомню, что сейчас у нас в Offline Dice получается примерно 25 центов. Это доход с одной установки. 25 центов. Это что у нас получается? 20-20 рублей. И это со всех установок. У нас на месте еще там русские, у нас есть итальянцы, Индия, Корея и так далее. То есть с американцев у нас почти около 37-40 центов. То есть это еще дороже. Вот. То есть я к тому, что мы можем, можем закрутить монетизацию таким образом, чтобы в Итарии народ оставлял достаточно денег, чтобы нам развиваться. Вот. Поэтому, выбирая между Майнерафт и Итария, я выбрал Итария и приступил к доработкам. Давайте разберемся, что мы будем делать. Смотрите, как я говорил, первое, что надо было сделать, надо проанализировать все отзывы, сделать так, чтобы игра нравилась. Вот. Поэтому первое. Мы хотим увеличить в целом скорость геймплея. Чтобы игрок мог за то же время получить больше эмоций, пройти дальше. Вообще, я вот по оффлайн-дайс понял, что на старте важно игрока затянуть как можно дальше. Возможно, не показывать рекламу на первых порах. Возможно, дать ему небольшой буст. Чтобы он уже что-то построил, чтобы у него уже, знаете, какая-то частичка души уже в этой игре была. И он не мог просто так взять и уйти. В случае с Итарией наша задача, первое, это увеличить скорость игры, скорость передвижения персонажа в полтора раза. Второе, при смерти ни в коем случае не завершать игровой процесс. Наша задача, чтобы при смерти ты телепортировался в свою деревню, которую ты построишь. Вот. Плюс, дальше. И там есть какие-то неудачные шуточки про маленькую девочку. Да, когда ты выбираешь сложность игры, там есть такой элемент сексизма, а в Европе и в Америке очень так остро на это реагирует. И в отзывах это тоже было. Что если ты выбираешь... Там есть две сложности. Сложность для маленьких девочек и типа для настоящих мужиков. И типа к этому негативно относятся, нам надо это обязательно убрать. Вот. Поэтому мелкие улучшения по интерфейсу надо обязательно сделать. Дальше. Нам нужно добавить внутриигровой магазин. Здесь у нас какие моменты? Нам нужно ввести, ну, по сути, кристаллики. Да, кристаллы это премиальная валюта, за которую можно будет покупать ресурсы. Игра оффлайн, поэтому нам надо дать возможность, если человек хочет, существенно ускорить игровой процесс. Чтобы он купил себе все, что хотел и начал развиваться там вширь, вглубь там и так далее. То есть внутриигровой магазин с кристаллами, где кристаллы можно купить. Нам нужно добавить внутриигровой магазин возможность отключения рекламы. Плюс здесь есть доспехи. И я хочу во внутриигровом магазине продавать сразу комплект доспехов. Плюс комплект основных построек. Да. Наша задача в магазин напихать как можно больше опций и сделать набор. Да. Опять же, как в оффлайн-дайсе. Набор, который будет стоить 5 баксов, который отключит рекламу. Даст тебе доспехи. Даст тебе основные ресурсы. И ты сможешь уже построить деревню. Дальше. Тебе, конечно же, потребуется как можно больше ресурсов на дальнейшее развитие. И у тебя будет мотивация. Ну, во-первых, ты будешь привязан к игре. И у тебя будет мотивация докупить кристаллов и что-то еще себе купить, чтобы что-то скрафтить там и так далее. Вот. То есть мы хотим сделать такой внутриигровой магазин. Дальше. Нам нужно добавить два типа рекламы. Это полноэкранная реклама, которая будет всплывать. Ну, это самая бесявая реклама, но пока я не вижу способа от нее уйти. Это реклама, которая будет всплывать условно там раз в 3-5 минут. Второй тип рекламы – это rewarded реклама. Реклама, которую мы будем показывать, когда ты умираешь. Да, когда ты умер, мы даем тебе возможность посмотреть рекламу и восстановить свои жизни, продолжить свое путешествие. Да, чтобы тебя не телепортировало от того места, где ты умер. Вот. В принципе, на мой взгляд, этого будет достаточно, чтобы протестировать игру уже полноценно. Я оценил эти доработки примерно в 15 тысяч рублей. То есть это тот бюджет, который нам надо будет потратить. В конце видео мы еще подведем итоги. Я расскажу, сколько денег мы всего потратили. И, ну, сколько заработали. Да, сразу спойлер, что мы ничего не заработали. И будем каждое видео по эксперименту подводить эти итоги. Ну, и все было хорошо. Да, но мы сразу сходу въехали в пня. Иван нам отдал исходники. Эти исходники, я помните, запускал поиск Construct 3 разработчика. Откликнулось много человек. Я там, как мог, прособеседовал, нашел людей. Сначала одного. Скинул ему исходник. Он сразу въехал в пня, сказал, что не может помочь, потому что версия игры устаревшая. Потом скинул следующему. Здесь уже проверенный человек, который работает там с моими друзьями. Опять он въехал в пня, сказал, что не может помочь, нужно писать с нуля. Я думаю, да, е-мое, что такое. Но я человек упорный, я нашел третьего человека. Скинул ему. Заплатил 2,5 тысячи. Он сформировал АПКшку, исправил основные баги. Но все опять пришло к тому, что все очень плохо. Все с этим исходником очень плохо. Игра очень старая. Объясняю. Первое. Игра была написана на рантайме. Я буду сейчас называть название, но я не до конца погружен в констракт. Поэтому главная суть понять. Игра была у нас написана на рантайме. Это рантайм. Его перестали поддерживать. И в 2021 году, в июле, он вообще не будет работать. То есть игру придется в любом случае полностью переписывать с нуля. Ну и из-за этого рантайма у нас уже баги сразу в игре. То есть герой проваливается под тайлы. Там нет коллизий нормальных. Короче, полная задница. Второе. Используется старый плагин сохранений, который опять же уже не поддерживается. И мы заменили его на новый. Но вылезло миллион багов. То есть там более 6 тысяч ивентов в этой игре. То есть игра так достаточно, ну как, масштабная. И вручную все это менять, это очень геморройно. И опять все пришло к тому, что нам, во-первых, не хватит бюджета в 15 тысяч рублей, чтобы тогда делать. А во-вторых, проще взять эту графику и написать все с нуля. То есть, короче говоря, хотел купить готовую игру и на ее базе уже ее развивать. Да, там маленькими усилиями это все протестить. Но так не вышло. То есть по факту нам придется все переписать с нуля. Все, как обычно, у нас идет не совсем так, как хотелось. Я бы сказал, через жопу. Но ничего не поделаешь. То есть и получается, чтобы протестировать игру, нам нужно еще заплатить 30 тысяч рублей. Встает вопрос, насколько это вообще оправдано. Да, стоит ли платить 30-ку, чтобы протестировать эту игру? Может быть, она не пойдет. Да, риск достаточно большой. Но давайте взглянем на эту... Ну, как в итоге я смотрю на эту ситуацию? Когда я нахожу нишу просто, да, то у меня достаточно мало информации по ней. Ну, например, там найдем нишу раннеров. Да, вижу, что здесь есть возможность сделать игру. Но у меня есть информация только о том, что конкуренты успешные. И все. Я не знаю, сколько мне будет стоить одна установка. Я не знаю, были ли уже установки. У меня нет отзывов. У меня нет обратной связи по игровому процессу игры. И получается, что делать какую-то игру на найденной нише, это еще более рискованное. Да, несмотря на то, что мы тоже все с нуля будем делать. Вот здесь же у нас уже есть информация про CPI, да, про стоимость установки. Одной за сколько мы можем покупать эти установки. И мы знаем, что она адекватная. Мы знаем, что бюджет тратится. Мы знаем, что мы сможем привлекать игроков в эту игру. Мы знаем, что уже есть там больше ста тысяч установок. У нас есть уже отзывы, которые мы можем проанализировать. То есть получается, что эту игру нам выгоднее, ну, в нее выгодно вложиться, несмотря на то, что нам придется все с нуля переделывать. Почему? Потому что у нас уже, знаете, там, туман войны рассеет, да, у нас уже больше информации. И я понимаю, что с большей вероятностью у меня по этой игре будет успех, да, чем если бы я начинал с нуля вообще в новой нише. Вот. То есть я вам просто объяснил, как я это мыслю. То есть мы вот так по крупицам открываем информацию и видим, что вот здесь вероятность успеха чуть-чуть больше, да, несмотря на то, что нам все равно все с нуля нафиг придется все переделывать, потратить кучу времени и сил. Но оно, я надеюсь, того стоит. Все. Если подвести итог, получается, что на рекламу мы уже потратили 7 тысяч рублей. Да, и это только на тесты вот этих 6 игр. Это на самом деле не так много, но в рамках нашей студии это приличные все равно затраты. Это раз. Второе, мы потратили 2,5 тысячи на доработку. То есть итого все наши расходы это 9,5 тысяч рублей. Доходов у нас ровно 0 рублей. Вот. Поэтому эксперимент продолжается. Нам надо еще потратить достаточно много своего времени. Сейчас моя задача написать КЗ, запустить разработку. И следующее видео мы уже, видимо, сделаем тогда, когда мы будем релизить эту игру. Поэтому на какое-то время наши видео про эксперименты не будут появляться. Но я надеюсь, что доработка, ну вот это вот создание игры с нуля, займет не более, там, пары недель, и мы, наконец-то, зарелизим Этарио по новой. Все. Если у вас будут вопросы, если у вас есть идеи, как улучшить эту игру, чтобы она стала коммерчески успешной, пишите в комментариях, потому что, ну, это действительно важно сейчас получить как можно больше обратной связи. В прошлом, кстати, видео были игроки, которые играли в эту игру, играли в другие игры, и они действительно писали толковую обратную связь. Мне это было очень полезно. Поэтому пишите в комментариях, я на все отвечу. Вот. И не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, вот. Потому что следующее видео будет тоже очень бомбическое. Все. С вами был Гришаков. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok